Малый зал ДК Заря на месяц превратился в картинную галерею. Здесь представлены почти полтысячи детских рисунков на разные темы. От портретов и натюрмортов до пейзажей и бытовых зарисовок. Юным художником от 3 до 15 лет. Свои работы представила и первоклассница Вероника Тимофеева. Первую картину, изображавшую цветочную поляну, девочка нарисовала, когда ей не было и года. Сейчас в ее коллекции почти сотни работ, рассказывает мама Вероники Александра. В любом случае, я считаю, что такое образование, оно всегда пригодится, чем бы ты ни занимался. Возможность выразить себя через изображение чего-либо, там будешь ты вязать, лепить из глины или рисовать, это потрясающая возможность. Выставка. У каждого художника свой творческий путь. Итог 20-летней работы с детьми художника Виктора Батьянова. В студии «Звездочка» он пытается прежде всего научить их творчеству и только потом преподает классический рисунок. Когда я вижу, какие дети талантливые кругом, я же в интернет, я же в интернет кое-что показывал. Мы оттуда, со всего мира получали ответы. Нас ждали в Швеции. Это был 2004 год. Там мы два зала приготовили. В запасниках художника почти 2500 детских рисунков. Коллекция формировалась около 35 лет. На выставке представлены картины разных поколений. Оценить творчество самарских самородков приходили горожане целыми семьями, рассказывает художественный руководитель ДК «Заря». Эта выставка уникальна тем, что работают здесь дети очень необычным образом. Они обучаются не как это принято. Здесь работает их воображение. Особая передача цвета, особая яркость, потому что детскую прекрасную фантазию ничто не ограничивает. Они могут направлять ее в нужном русле. И они приходят от своей фантазии и от своего воображения уже к навыку, а не наоборот. Художник и мастер рисунка Виктор Батьянов мечтает выпустить альбом с работами своих воспитанников. А если повезет, открыть выставку в самарском филиале Третьяковской галереи. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.